Коллеги, друзья, всех приветствую на нашем канале. С вами Александр. И сегодня темой нашего видео будут пять сложных или даже неудобных вопросов музыкальному продюсеру. Устраивайтесь поудобнее, мы начинаем. Работа музыкального продюсера это не просто ноты, музыка, инструменты, музыкальная студия, полёт фантазий и творческая идиллия. Это ещё и общение с разного рода и статуса публикой. И часто в процессе этого общения возникают некоторые недопонимания между сторонами. Вот сегодня мы и рассмотрим несколько моментов, где чаще всего что-то может пойти не по плану. Это самый распространённый вопрос, который могут задавать клиенты или люди, интересующиеся услугами специалиста. Конечно, все хотят сэкономить или получить нужный результат за меньшие деньги, а для некоторых получение скидки это вообще сродни смыслу жизни. Но всегда ли возможно уступить в цене на определённые виды услуг? В идеале подобными вопросами должен заниматься некий обученный специалист, например, маркетолог, но, боюсь, далеко не каждый может позволить себе дополнительные траты. Особенно, когда другие хотят сэкономить на ваших услугах. Давайте рассмотрим несколько случаев и разберёмся, когда нужно и можно делать скидку, а когда делать этого категорически не стоит. Вариант первый. Вы берёте в работу альбом на сведение. Материал вы послушали, объём работы оценили, смету составили, артист стоимостью работ удовлетворён. Если клиент сам не просит о скидке, в этом случае можно поступать на своё усмотрение. Если он хороший и адекватный, то для сохранения лояльности можно немного и скинуть. Будет некий бонус и вам не накладно, и человеку приятно. Можно быть хитрее и на всякий случай включить некую сумму в итоговую стоимость, которую вы сможете потом уступить в виде скидки. Но это уже не совсем честно по отношению к клиенту, и я вам этого сейчас не говорил. Другой вопрос, когда к вам обращаются с предложением свести или записать один единственный трек и при этом настаивают на скидке, уверяя, что мы к вам обязательно обратимся ещё не один раз и всем будем рекомендовать только вас, вот в таких случаях лучше не идти на поводу у клиента, так как в большинстве случаев второго раза не будет, и человек просто хочет сэкономить здесь и сейчас. Можете смело на это отвечать. Обращайтесь снова и тогда мы сможем обсудить размер вашей скидки. Особняком стоит вопрос о написании аранжировки. Здесь с одной стороны работает правило, чем больше песен за раз закажут, тем больше вероятность получить скидку. С другой стороны, любая аранжировка это штучный товар, результат творческой и интеллектуальной деятельности в большинстве своём эксклюзивного содержания и никак не товар, залежавшийся на складе, который срочно нужно реализовать. И при этом объём работы может очень сильно изменяться в процессе, особенно если клиент в творческом порыве будет добавлять новые пожелания и идеи. Другой вопрос, если у вас уже есть на продажу несколько аранжировок или битов, и чтобы привлечь внимание покупателя, можно снизить цену на определённые композиции или даже что-то отдать в виде подарка при покупке определённой аранжировки. Как бы то ни было, скидка вещь индивидуальная, она зависит от многих внешних факторов и от субъективного отношения человека. Если хотите заморочиться на этой теме в хорошем смысле и полностью понять механику процесса, лучше почитать специальную литературу, посвящённую продажам и уже на основе теоретических данных приступать к действиям практическим. Ещё один весьма острый и популярный вопрос. Ни для кого не секрет, что сейчас многие продавцы предлагают покупателю забронировать нужный товар, внеся некоторую предоплату. Другое дело с творческим продуктом, который сразу-то и не услышать и не увидеть. И, конечно же, у многих заказчиков возникает резонный вопрос. А почему я должен платить за то, чего ещё не слышал? А вдруг мне не понравится? Знаете, со стороны клиента это звучит логично, но со стороны исполнителя заказа не совсем. Представьте ситуацию, что вы неделю карпели над песней, делали на неё аранжировку, а клиент внезапно, что называется, врубает заднюю и сообщает, сорян, дружище, так получилось, что аранжировка на эту песню мне уже не нужна. В итоге клиент ничего не потерял, а вы впустую потратили неделю, хотя за это время могли заниматься более полезными делами, которые в том числе могли бы принести доход вашей студии. Поэтому обычно предоплата берётся именно за потраченное время специалиста, и по негласным правилам частичная предоплата не возвращается. В идеале нужно всегда обговаривать подобные моменты ещё до начала работы. И, слава богу, здравомыслящие люди, которые хоть как-то разбираются в процессе изготовления той же аранжировки, всегда с пониманием относятся к какой-то небольшой предоплате. И опять же, здесь всё достаточно индивидуально, и в общепринятой практике обычно всё происходит следующим образом. Вы проговариваете этапы и объём работы. Лучше всего, если вы получаете некое техзадание от клиента, где будут расписаны все пожелания. Берёте предоплату 30-50 процентов и спокойно начинаете работать. И вот в этом случае вы уже подстраховались, что не потратите время и силы впустую. И, кстати, о полной оплате. Если вы выполнили свою работу, заказчик её принял, и хоть у вас на руках только предоплата, не спешите отдавать весь финальный материал. Нет, ну безусловно, людям нужно доверять, но и подстраховаться тоже не лишним будет. Нередко заказчик может выдать что-то типа, всё круто, мне всё очень понравилось, давай скидывай финальный вариант со всеми исходниками, а деньги... Слушай, давай чуть позже, у меня нет, сейчас есть суммы. Друзья, в этой ситуации всё-таки стоит поступать так, как это звучит у Ильфа и Петрова. Вечером деньги, вечером стулья. Иначе рискуете долго бегать за нерадивым клиентом в надежде получить остаток гонорара. Подобные случаи, конечно же, больше редкость, чем закономерность, но всё-таки. Предупреждён, значит вооружён. Это, мои хорошие, фраза из раздела, на мастеринге всё исправим. Даже не надейтесь, товарищи, никто вам ничего не исправит. Золотое правило всех звукорежиссёров в мире звучит следующим образом и в переводе не нуждается. Shit in, shit out. Других вариантов просто не бывает. Отдали плохие исходники, получили плохой результат. Никакая магия не поможет. И кстати, здесь по большей части нет места в кусовщине. То есть даже если звукорежиссёру просто не нравится сама песня, он всё равно должен выполнять свою работу на все сто процентов. Но учитывая психологические моменты, работая с материалом, который тебе не по душе, можно просто не найти точного творческого подхода. Поэтому в этом вопросе стоит поступать на своё усмотрение. Если песня категорически не нравится, может быть, и не стоит браться за работу над ней. Это справедливо как для аранжировки, так и для сведения. А что касается записи, ну тут уж, наверное, разницы нет, что и кого записывать. Но совершенно другая сторона вопроса, когда артист или группа, грубо говоря, записали всё на коленке и на скорую руку. Весь материал звучит криво и косо, и несмотря на это они надеются, что в студии после сведения будет конфетка. Вот в таких случаях стоит сразу предупредить клиента обо всех недостатках исходного материала и попросить всё это исправить или перезаписать. В противном случае просто-напросто отказаться от подобной работы. Поверьте, потраченные нервы дороже тех денег, которые вам будут предлагать за работу с некачественным или отвратительно записанным материалом. И тем не менее, если же ситуация сложилась из ряда вон, и вы всё-таки связались с подобной работой, то как же сделать так, чтобы и волки были сыты и овцы целы. Если клиент категорически настаивает на том, что материал не кривой и записан неплохо, старайтесь делать максимум из того, что есть, раз уж взялись за это. И при возникновении спорных ситуаций давите на то, что вы предупреждали изначально о возможных проблемах. Постарайтесь максимально доходчиво объяснить, что, где, куда и к чему. И главное, старайтесь делать всё спокойно. Даже если клиент проявляет агрессию, не отвечайте тем же. Будьте выше, сдержаннее и дипломатичнее. И в худшем случае вы останетесь без денег, но с целыми нервами, а в лучшем даже удастся получить хоть какой-то гонорар за проделанную работу. И сюда же можно также отнести момент работы с так называемыми токсичными людьми. Если вы ещё на этапе диалога понимаете, что человек сам не знает, чего хочет, при этом планку задирает выше некуда или вообще ведёт себя неадекватно, бегите от этого заказчика. Оно того точно не стоит. И на всякий пожарный почитайте книги о том, как вести переговоры или как общаться с клиентом. Такой литературы предостаточно и лишним это точно не будет. Ну тут вообще можно сказать, что обсуждать других людей у них за спиной крайне неэтично. Конечно, для некоторых индивидуумов, чтобы набить себе цену и принизить конкурента в глазах заказчика, подобные осуждения могут быть полезны. Но это только по их мнению. На самом же деле никто никогда не знает, как может обернуться жизнь и, возможно, этот клиент попадёт к тому самому нехорошему специалисту и в беседе может совершенно непринуждённо упомянуть, как вы нелестно о нём отзывались. А вам, в свою очередь, может посчастливиться сотрудничать с этим специалистом. Думаю, что вы уже понимаете всю прелесть ситуации. Поэтому старайтесь избегать субъективных критических суждений, даже если этот человек действительно ноль без палочки. Ограничьтесь дежурными фразами или же вообще говорите, что не имели никаких общих дел с этим человеком. Помните, художника любой обидеть может, а поливая грязью конкурентов, вы можете выглядеть не самым выгодным образом в глазах самого заказчика. Больной вопрос. Представьте себе ситуацию, когда вам принесли песню, в которой вам пришлось переделать практически всё. Изменить слова, поменять мелодию, переписать музыку и создать новую аранжировку. Грубо говоря, после этого от изначальной песни осталось только идея и название. Остальное плод вашего кропотливого труда. Дальше вы отдаёте результат заказчику, за который он вам платит установленную договорённостью сумму. И внезапно песня становится мегахитом. И тут вы идёте к заказчику качать права и требовать свой процент. Ведь именно благодаря вам эта песня имеет тот самый хитовый вид. Ну да, с человеческой точки зрения всё это можно понять, так как вы полностью сделали работу за других людей, которые сейчас будут почивать на лаврах и получать дивиденды. Но, как поговаривают чиновники, мы живём в правовом государстве и поступать нужно исключительно по букве закона. Не вдаваясь глубоко в юридические моменты, можно сказать одно. Авторское право возникает в момент создания произведения. Специально его регистрировать не нужно, но и не стоит надеяться, что кто-то не окажется проворнее вас. Авторство на произведение и на имя у вас никто отобрать не может, так как это не имущественные права. А вот воспользоваться результатами вашей творческой деятельности в своих корыстных интересах смогут. Хоть это, конечно, и называется воровство, но доказать что-то будет крайне проблематично, хоть в принципе реально. Но для этого понадобится куча времени, дополнительные траты и лишние нервы. Так вот, чтобы такого не происходило, нужно изначально действовать по договорённости, предварительно получив консультацию у юристов. Лучший вариант это составление и подписание договора. В нём вы можете расписать доли, суммы и другие условия использования произведения. Конечно, в нашей стране мало кто из физлиц хочет заниматься всей этой юридической и бумажной волокитой, но если всё пускать на самотёк, то и претендовать потом на что-то будет бессмысленно. Вся эта тема довольно сложна, и в идеале нужно всегда советоваться с юристами, которые работают с авторским правом. Друзья, на этом будем закругляться и очень надеемся, что эта порция информации для кого-то окажется полезной. И вообще, работаем честно и добросовестно, небеса всё видят, так что каждому своё непременно воздастся. Будьте здоровы и до встречи! Да, вот что-то как-то вот, то ли мозги не дают команду языку, то ли язык не реагирует на команды мозга. Но работать сегодня не хочется. Новый год, вот-вот уже, да? Через сколько там? Через 20 дней? 32-й будет 19.